В этом здании по улице Молодогвардейской 86 когда-то находилась швейная фабрика. Теперь здесь разместилась творческая резиденция. Здание отремонтировали, оборудовав восемь отдельных помещений, каждое со своим входом с улицы. В одной из студий появилась гончарная мастерская, открыть которую было давней мечтой, рассказывает Елена Маликова. Два года назад девушка арендовала помещение и с тех пор постепенно обустраивает студию. В основном приходят люди провести время здесь, вечер, какой-то семейный праздник, посидеть, полепить, пообщаться, потому что одно другому не мешает. Мы сейчас будем развивать направление обучения именно гончарному искусству и в ручной лепке тоже будем проводить обучение. Помогает самозанятым начать свое дело одна из консалтинговых компаний. Ее руководитель благоустраивает объекты в исторической части города, сдает помещение в аренду и полностью отвечает финансово за ремонт и обновление зданий. Арендует помещение чаще всего индивидуальные предприниматели или самозанятые, те, кто увлечен художественной и творческой деятельностью и производством фирменной продукции для гостей и жителей Самары. По словам резидентов творческих студий, это хороший опыт государственно-частного партнерства. Три творческие мастерские уже посетила глава Самары Елена Лапушкина. Мы занимаемся оформлением вообще мероприятий в нашем городе, но и вот у нас теперь такая вот красивая лавочка открылась, да, где мы изготавливаем и продаем интересные, необычные посуды и декор. Некоторые здания в черте Самары продолжат использовать для творческих резиденций. Перспективы такой работы обсуждаются. В этом году планируют открыть еще один арт-кластер на улице Куйбышева. Мэри Елчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События.